всем привет дорогие друзья мне вы не представляете анонимный подписчик спасибо ему большое подарил собна теку белого zero с пожеланием чтобы я ее по проходил разумеется я этим займусь сейчас на строчках полазим это я вот все разрешение на максимум поставил угол обзора общая громкость то графика наша высокая фкса качество сглаживания сока и свечения и объектива загрязнение объектива добавили глубина резкости размытие при движении под размытие в движении давайте мы отключим глобальное затенение оставим зернистость так я вот это вот жить отключил размытие при движении выключено зачем не это размытие но мне только фпс понизить так цветы коррекция качестве детализации высокая все у нас высокая игра еще в раннем доступе и и разумеется разрабатывают наши дорогие разработчики собна теки поэтому не будут выходить обновление которые я разумеется буду обозревать и так далее ну что ж ладно приступаем к новой игре сейчас я пока посмотрю сколько у меня тут времени я уж не играл так от 10 минут отсчитываем 30 минут примерно серий просто 10 минут мне игра так была в менюшке пока я дошел до ноутбука так режим выживания разумеется выбираем мы вот мы видим перед собой сейчас охранительно красивую картиночку зимнюю такое которая говорит нам о том то что мы уже возможно другой планете не на той которая была в первой саннатики сейчас у нас тут пока все грузится в менюшке фпс отлично вот в этой щас алтамной картинке правда десяточка было ну с этой метелью и с пингвинами там но я думаю в игре будет сейчас побольше фпс или же ведут оптимизацию получше не особо хочется играть на низких настройках там или на средних хочется сразу на высоких вот как я играл первую саннатику чтобы у вас оставались хорошие впечатления от игры про метро можете мне не писать я забыл тоже у нас будет разумеется обычная на эксодус я пока не готов может быть вообще не скоро буду готов может там лет через пять или меньше ну а не будьте пугать от как повезет может и через больше у нас тут уже какая-то предварительная загрузка база хочу сказать то что кажись пока я не буду у нее сыграть на нее вышли обновления которые возможно сейчас не и включили русский язык кашель разобрал извините так вот у меня получается загрузка части мира какая-то пошла говорят то что мы в этой собнатики будем играть для персонажа девушку что принципе прикольно будет новый персонаж новый сюжет который разумеется разрабатывается сейчас и я очень рад то что вот сейчас я могу ее для вас записать в принципе все должно пройти гладенько ну а еще вот зима красивая острова красиво если тут еще можно будет делать базу наружу тут очень примечание весь текст и озвучка еще не закончен и не отображает итоговая император сон мы разными мы связаны для продолжения нажмите любую кнопку не ну нормально русские вели немножечко а ну что в принципе говорю нормально с усом 30 выдает невысоких а все понял фига себе она пальцами хрустит не ну а еще фпс так выдают нормально в с иди передвижение отлично костюмчики тут женских альтера pda down white дата робин гудал собеседование на прием вольтера загружены данные так почитать не дайте загруженные данные альтера робин гудал собеседование на прием вольтера так почему подали серьезные резюме на эту должность робин все говорят про 45 тысяч 460 в а кто не подавал разве что джеффи джеффрис нет джеффрис записался на прошлой неделе почему именно это назначение робин последний раз я встречала разумную жизнь на стайдере 46 17 лет назад было весело но честно сказать мне надоело у вас есть кальмар телепат надо сказать что слухи о космической цивилизации на планете всего лишь слухи если вы пришли на за этим вы за разочаруетесь синолингвист инопланетная космическая цивилизация наш святой грааль я хочу его найти но я не ожидаю этого какие науки у вас для этой должности есть такие существа которых вы себе не можете даже представить не говоря уже о том чтобы понять знаете как я с ним разговариваю думаю вы вставляете от ответы со стимулами и я делаю тоже что и они если они купаются в жидком азоте и разговаривают ногами я надеваю пальто и встаю на руки вот это собеседование вот оно действительно инопланетное так что тут я пытаюсь сопоставить свои ответы я хочу чтобы мы друг друга поняли отправьте меня на эту планету а я буду говорить с рыбами за вас благодарю мисс буду сандара 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 вас проводит сандара что так ванны какие-то есть такая вот картиночка тот наверное персонаж за которой сыграю пингвины прикольно так у меня тут есть аквариум пескуны рыбы пузыри а почему кстати пескуны зеленые вот этот неправильно неправда пескуны они были синими не врите так вот еще какую-то у нас тут растение это я как понимаю наша база открыть так ну в принципе в принципе грузовое помещение всякие грузы у нас тут есть уфигаси сколько оранжере сколько всего нового да необычного почему фрукты то не растут это ж неправильно фрукты же были чего не врете а вот они фигаси у тебя тут дефицит даже поесть не ничего так ну я туда выходить же не буду ну да там уже улицу смотрите какая тут у нас красивая зима фпс в принципе но только на три кадра упал и возможно из-за снега актуально я не забуду сейчас выйти погодите нам надо осмотреть это помещение вам уже интересно как мне небось ох фига вот этот круто придумал потолок такой прозрачники у хрена там что такое может быть четверо точнее в него туда ведь это на волне какие тысячи сверкать вообще прикольные зрелище как говорится у меня тоже так добро пожаловать в ваш второй дом на планете 4546 в это брюшера расскажет вам о вашем новом месте проживания ваше окружение сектор 0 охватывает два квадранных километра океана расположенных недалеко от экватор планеты необычные природные условия поддерживают в этом месте почти вечную зиму которая прерывает столько на экстремальные погонные явления но по выясним причинам инопланетяне решили сосредоточить здесь свои строения с момента выброса фермента 42 жизнь в этом месте расстрела и превратилась крупную экосистему исследовательская станция 0 вас назначили на главную базу сектора расположены на ледяной шапке на западе прямо под основным археологическим участком отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций и технологий а также отправляться с заданиями на автоматические станции в других концах сектора оснащение проживания для трех тире шесть человек полностью оборудован научно-технический отдел комплексе для досуга и физических упражнений большая теплица и установка фильтрации воды для самодостаточного проживания метеорологический комплекса тех костюмов краб круто так погодите и ночи мне нравится и классник чётенько лаборатория лаборатория тоже рыбы только из куны и наши чуток и новые технологии биореактор вижу что-то наши знакомые так почитаем записи исследования просто код на такие просто код какой-то но сильно охранить экосистем эмпера продуктов едят зеленых песку но к систему пр прикольная шутка так там у нас тоже улице но мы тут выходить охраните ноги айд планет как это еще погода на улице суперская но мы тут не выйдем мы будем сейчас выходить через другое место потому что еще охота сделать красивый скриншот на превьюшку чтобы тебе понравилось и ты разумеется захотел посмотреть этот видосик ну что-то жить собнатика белого зерва почему могу шкаф открыть так ну чё сфоткаем наше новое место чем нашу базу вот так вот она будет вообще замечательно так давай закроем то что можно чё-то делать наружу это не нравится надеюсь то что это можно будет делать так тут сломанные крабы заморожены а а а а а а а а Мы потеряли контакт с Джеффрисом на исследовательском сайте. Хорошо, я проверю. Понял? Ты знаешь, формально-то красиво, но мы общались в доме. Это бы уничтожить твою карьеру, чтобы действовать, как мы встретились раньше? Робин, ты знаешь, что эти конверсации были осмотрены? Я не волнуюсь, кто знает, что это красиво. Я был здесь два месяца, мы не говорили. Потому что ты пошел прямо на планету. Зачем Джеффрис, познакомься. Да, мама. Это, друзья, короче... Ох, охренеть, ой, охренеть, короче... Тут такое дело... Я, короче... Пока я понял то, что... Уфигаси, как она выглядит внизу-то. Прикольно так, кстати, ребят. Прикольно, вообще... Короче, прикол в том то, что... Я как... Вы как понимаете, да? То, что... Тут у нас нету... Нормальных субтитров русских. Но зато мы можем... Читать. Мы можем... Хорошо читать. Небо пока, вот видите, недоработанное, нечеткое. Хотя графика у меня стоит... Нормальная так... Высокая. Скважа у меня тут хорошая. У меня стоит качество воды. Высокая. Высокая. Общее разрешение монитора 1. Могу громкость. Все у меня хорошо. Так. Давай прочитаем. Это у нас личное дело сотрудника Альтера Сэм Гудл. Имя Сэм Гудл. Возраст. 48. 48 лет. Специальность. Кадровый аналитик. Назначение. Станция Веспер. 45-46 В. Семья. Мать мертва. Сестра Робин Гудл. Независимый подрядчик. Биография. Рождена матерью-одиночкой. Нанятая Альтера на горы дистанции 749. Училась по школьной программе Альтера. До 16-летнего возраста. Пока семья не переместили на УЭЛ. Независимую планетарную исследовательскую колонию. За пределами пространства Альтера. Это негативно оказалось на образовании. Но Гудл не потерял своей культурной принадлежности. И как только появилась возможность. Вернулась в пространство Альтера. Для получения цифрового обучения в сфере топ-менеджера. Менеджмента. И ведения переговоров. Предыдущие места работы. Отдел маркетинга. Мотыльков. Альтера 3 года. Отдел Альтера по сокращению сбудков персонала. 9 лет. Отдел по связям с общественностью милости. Альтера 5 лет. Центральный отдел по стратегическим переговорам. Альтера 6 лет. Кадровый аналитик на станции Веспер. На данный момент. Психологическая оценка. Проявляет мощную мотивацию. Основанную на наградах. Хорошо интегрированная в корпоративную структуру. Альтера. Резюме. Экстраверт. Впечатлительная. Рассудительная. Категоричная. Так. Неплохо. Ну смотри. Давайте сосчитаем. 9. 3. 12. 12. 5. 17. 17. 6. А. 26 лет работает у Вольтера. Ой. То есть 23 года. 17. 6. Да. 23 года работает у Вольтера. Неплохо. 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 Давайте посмотрим что тут у нас. Почему бы и нет. Можем пройтись по указателю вон. Прикольный. Снеговичок вон. Разрушать снеговика мы не будем. Пусть будет. Прикольный день. Прикольный день. Прикольный день. Прикольный день. Сюда пройти можем. Но я как помимо сюда проходить не надо. Сюда мы не можем. Вообще такая обстановка интересная. Скорее бы. Завершили разработку. Потому что очень прикольно выглядит. Мне лично нравится. Вообще Тимуха. Храни сюда себе. Вот это вот цветы. Прикольная тема. Что то инопланетное вот тут. А и не холодно ходить в костюм. Кажись не холодно. Даже странно кстати. О. Охренеть. Инопланетная постройка. Как раз таки. Это не холодно. Есть чего нету. Рано что нету. Нафига здесь кофемарка. Чего тут забыла. Входить типа нельзя. Входить типа нельзя. Так. Тут надо же оранжевую. Те же. Сэм. Оставить скрижали оранжевую сюда надо. Чтоб пройти. Чё тут да серьёзное. Так. Загружены данные. Альтера. Ксенологическая станция 0. Во время колонизации 45-46В таинственная раса космических пришельцев которую мы называем Альманах. Мы теперь знаем как их называют. Выбрала несколько мест по всей планете. На которых можно было построить свои игровые сооружения. В то время как миссия по спасению их вида от бактерии ХАРА была сосредоточена на образце императора. Содержавшийся в главном изоляционном комплексе. Другие установки выполняли различные предупредительные исполагательные функции. Исследовательская станция 0. Неизвестный на планетный комплекс. В то время как сектор 0 содержит ряд уже знакомых нам светилища и планетян. Объект расположенный в непосредственной близости от главной исследовательской станции. Остаётся одним из немногих. Предназначение которого нам ещё только предстоит раскрыть. Это будет центром наших усилий в секторе 0. Что нам известно. Замороженный под толстым слоем льда сотни лет назад. Объект находится в состоянии покоя по сей день. Мы продвинулись только через первое силовое поле. Получили доступ к холлу комплекса. И расположено что-то вроде ходового замка. Принцип работы, которую мы пока не понимаем, что препятует дальнейшему исследованию. Чтобы не было внутри, оно защищено более тщательно, чем всё остальное, с чем мы сталкивались до сих пор. Ну, вообще, я с этим сталкивался ещё в первой серии сабнатики. Правда, тут скрижаль серьёзная нужна. Ладно, пойдём обратно. Мы тут уже всё, что нам надо, посмотрели. Мне интересно, мы в этой сабнатики найдём тех самых решать или нет? Вот это вот интересно. Ух, ни хрена себе. Чё это ты валишься? Зачем? Проход завалил, ё-моё. Да, попробуем. Чё не прыгаешь? Вот это буря, конечно. Мне нравится, круто сделано. Какие не холодно вообще вот водолазно вот в таком вот костюме-то бегать, я вот не понимаю. Ну ладно, почти вон дошли. Это хорошо. Отлично, что могу сказать. Разнесло всё нахрен. Блин, тут оно сейчас будет. Вау, понижни меня подвод допускайте. Твоё оборудование не долго Costume и ваш ПДА превоспортировано в режиме. Поймоё. Твоё оборудование будет вызвать 4 минуты. Попорше почитаем, мне вот чё-таки кислорода мало, куда-то отплыть. Чё-то тут вот цветок делают. О, пополнить кислород из растения. Хорошая вещь. Прикольно тут всё сделано. Красиво, мне нравится. О, тут вот подышать можно, да. И да, себе погружение тоже что-то сделано. Аварийная ситуация. Начните с этого. Если вы это читаете, значит вы пережили аварийную эвакуацию со станции, оснащённой технологиями корпорации Альтера и ваш КПК автоматически перезапущен в аварийном режиме. Данная операционная система поможет вам остаться в живых, отслеживать температуру и жизненные показатели, а также давая советы. Советы по выживанию. Добраться до безопасного места, оказать первую помощь при необходимости, отправить сигнал в бедствие, найти аварийные припасы, если доступно, исследовать окружающую среду на предмет угроз и ресурсов, найти или построить более долговременное жилище, собрать необходимое выживание ворону, не используя визитательное жилище, поискать других выживших, не используя радиопередатчиков, поддерживать физическое и психологическое здоровье для спасения. Тут, кстати, по идее, вот, наверное, можно будет найти других выживших людей, потому что, ну, как бы, визуально или используя радиопередачу. Может быть, найдем, может нет, я не знаю. Примечания. Ваши персональные рабочие данные были зашифрованы и могут быть установлены позднее лицензированным инженером. Руководство выживания в Арктике. Сотрудникам, работающим на поверхности в холодном климате, рекомендуют применять дополнительные меры предосторожности в целях безопасности. Сильные ветры могут привести к быстрому наступлению переохлаждения. Не уходите далеко от естественных открытелей или горячих источников. Никто заранее не скажет, как долго вы будете вдали от базы. Не забудьте упаковать обед, горячий напиток всегда будет, кстати, при работе в условиях ниже нуля. Всегда одевайтесь, соответственно, на миссии. Уважение в холодостойкой костюм Альтеры несомненно окупится, когда речь идет о вашем желании. Помните, сомневайтесь, не выходите. Нафига чего полезного, короче. Ну да, вот. Попыльем дальше. У меня там уже суть посему какую-то спасательную шлюпку. Вон выбросил. Хрена себе тут. Красиво. А тут что, пескуны плавают у нас зеленые, что ли? Ну-ка. Вау, охренеть тут красой. Красиво-то, смотрите. А я могу сюда запрыгнуть. Вау. Как классно. Дайте я к пингвинам, пожалуйста. Все-таки я, кажется, получше нашел фотки на праздушку. Пацаны, пацаны, можно? Пацаны, please. Please к вам. Пацаны, пингви-крылик. Пингви-крылик. Офига себе, вы прикольные пацаны. И дождь какой-то идет. Вот это тема. А у вас... Да, взрослые-то вернутся. Я просто хочу со взрослыми сфоткать. Я хотел найти более нормальный подходящий кадр, но пока не смог. Ты че я туплю, я вот сейчас вот к этим сплаваю. И быстро их сфоткаю. Все, я успею, все, я успею. Чигайся, вот вообще вот тема прикольная. Так, вроде че-то я доуспел. Взрослые сразу сматываются, когда подплывают детеныши, остаются. Вот сюда, вот, кстати, вот на эту платформу я не мог сначала запрынить. Сейчас помогу. Не, ну вообще это тема, друзья. Я попробую найти более лучшую фотографию на превьюшку и его оформлю, короче. Вообще мило, очень мило. Да и подводный мир прекрасный, смотрите, какой классный. Ладно, давайте сплаваем до нашей шлюпки. Уже сколько нам осталось? 29 минут мы проиграли. Текст. Долго я читал текст. Не знаю, друзья, это плохо. Долго, долго читал текст. Офига себе, ну тут шлюпка. Птичатого окна, черпьёт. Аптечка урочную теперь делать, ну ас. фонарик нож сканер батареи титан не ну для начала найти бы сканеру так надо сделать сканер сканер этой батареи титан чтобы сделать батареи нужно лет ленточник и медная руда ухо это у нас хранилище такое да круто и типа база да вот я уж тут нашел фрагмин граве ловушки это уже хорошо а вот он ленточник вот и кварц нашел я вообще пока хорошо осталось медную роду найти только пока непонятно где же она от меня прячется вот это вот эти опасно то что такие ледины уж так выпивешь выплывешь от конечно не он ухренак эти кислорода мало выплываешь и короче все тонешь ничего с этим сделать ты не можешь натуре а где у нас тут медная руда могу и чет найти о уже чё-то фигасе прикольный тимана хищный о титан нашел неплохо титан это уже хорошо даже слишком хорошо медная руда отлично в принципе уже набрал нормально так причем я набрал давай быстрее к поверхности а то потонешь на вот кислород набирает быстрее намного убивающий подводный мир так-то прикольнее тут выглядит хочу сказать вам играть можно играть приятно комфортно так ну что изготовитель электроника батарея батарея есть я хотел персональный инструмент искать вот пожалуйста вам сканер он у меня будет на 1 до уже могу посканировать вот этот фрагмент грави ловошки надо бы чуть поесть скажем поймаю приготовлю будет супер у нас че кристалл вот из кварц всего тут вообще вдоволь заметил все классник подводный мир необычный да вот собна теки интерес простите интересненький говорю так продовольствие приготовить просто есть охота надо же есть нам а я кстати это здоров а слышите тут сама сканирование недоступно пока это о чем нам говорит то что тут недоступно самосканировать то есть то что мы никогда в жизни больными не будем кстати заметили в первую собна теки если куда-то спал на сушу то будет просто а вот вас то не проваливаться под пол вот в чем прикол того все так соленая и дам чего еще хотел я хотел нет стекло нет а надо сделать нож попробовать и ножа нам нужно вот этот резина наш у меня будет на первом офига себе новый песку но мальчик и примите посмотрю арктический песку охренеть красивую тему вообще красавец да так он там штука нам наверно помогает которого и на счет охрененная тему красивый так что у нас тут еще есть я разумеется я могу сканировать где-то он просто пока текстура ни о чем нам не говорю я охренеть я рисую где тут а вон по моему вон там вот я щас найду резину да ты ведь нет они резина так кислород супер пока проседает правда когда выплываешь наружу но с этим разработчики разберутся дрожать ранним доступе так по сканировать заранее что было читать мы не будем тоже мы знаем что такое на каком подобии это все зачем нам это читать лампа пыли обратно ну вообще тема освещение тоже отременно некрасивая мне пока нравится даже слишком под водой вообще прекрасно так ну что тут у нас резина а сразу подвес готовлю это примите стой нож уже могу сделать нож это хорошо давай песку на приготовим арктического то мы сейчас сделаем это на трешку это на единицу вот он наш нож он выглядит кстати по-другому в этой версии и она чё-то нож держит по-другому и попасть не что-то сказать то чё я еще хочу сделать я хочу сделать может сделал фонарик не нужен не будет нужным основные материалы электроника снаряжение кислородный баллон сечет его в окно у нас скорее всего делается вон из той фигни где мы сейчас только что были надо сплавать ее на срубать соответственно чтобы у нас что-то было но вообще красиво даже слишком пока нравится а инвентарь полон окей плывом обратно о музыку с обмотить и обычный слышу нормально не за руду нашел неплохо ой 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 тихо тихо не умирай инструменты следовательный так и инструменты сечетого окна еще один титан найти надо наверно будем просто плавать заниматься изучением окрестностей пока найти бы нам еще а вот он отлично вот он лежит рядышком причем совсем рядышком так но сейчас вот еще возьму тихо тихо ты успеешь ты успеешь дополнить нет не успешно метель вот урагана под водой вон как тихо все так отлично делаю смысле инвентарь повод давай возьми радиомаяк не теперь дали чертеж так ну-ка обратно возьмем и те сейчас переработать а мне вон до хрена новых инструментов то далее ремонтный инструмент странно на что-то на ремонтный инструмент кристаллическая сера тут нужно это странно а я зачем не маяк все ладно оставим электрониками схемы тут до хрена всего строилку мне не дали строилку делать не хотим маяк пока то что я изучаю но он максимум еще он вас ты силикона чё а дело молодец радиомаяк вегетационное устройство ван дорогие друзья вот на этой ноте мы закончим подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте своим друзьям и моем замечательном канале ну что ж дорогие друзья с вами был тут он полцем до скорых встреч всем удачи всем пока пока